Выставки представляются нашему историку, историку Петербурга, человеку, который многое вообще сделал для нашего города, и битькам лично, в общем, Сергей Борисович Рубит. Да. Господа, товарищи, сударыни, мадам, месье и так далее. Значит, сегодня мы как бы присутствуем на открытии выставки, которая проходит в стенах музея Митьков. Самое интересное, что эта выставка была сделана благодаря усилиям Иры Дудиной, при содействии, естественно, Митьков, лично Шагина. Значит, я знал господина Пышкина лет 30-35. Значит, я, наверное, больше всех знал. Больше всех струк? Да, да. Вы сколько знали? Мне 6 лет. Ну, лет 6, как и это. Да, да, да. Познакомились мы с ним в Сайгоне. Естественно, он не носил такую бороду, вот, а был совершенно и так далее. И вот через лет 10 вдруг ко мне подходит товарищ с бородой и говорит, Сергей Борисович, здрасте и так далее. Я так думал, кто со мной здоровается, полгорода со мной здоровается, я половину не знаю. И оказалось, что это товарищ, с которым мы пили кофе и так далее. Вот, с ним невозможно было останавливаться на Невском проспекте и говорить, потому что скажешь 2-2 фразы, подходят люди и просят сфотографироваться. Он никому не отказывал. Он по своей натуре был теплый человек. И, вы знаете, когда вот он умер, а сегодня 40-й день, вот почему мы открываем эту выставку, значит, сегодня 40-й день, он никому не отказывал. И вот, когда он умер, в мире стало темнее. Вот. И я так думаю, что вот эта выставка, это дань памяти у человека, который был теплым. Я светлым, ясным и так далее. Ну, мне всегда казалось странным, что он меня называл по имени-отчеству, а я его на «ты». Он, вы знаете, был всегда доброжелательным. Последний наш разговор состоялся по телефону, благодаря все той же Ере Дудина. Она сказала, позвони ему. Я позвонил, пришла, внучка записала телефон. И после этого, значит, ну, оказалось, что у него нету дома, значит, он на даче. Он позвонил, мы с ним минут 20 разговаривали. Это была последняя наша устная встреча по телефону. И я вдруг узнал, что его не стало. Вот. Это, конечно, печальное событие и так далее. Но то, что мы открываем эту выставку, о том, что это выставка, и фотографии запрещены. Вот здесь Зураб Константинович Церетели, наш президент Академии художеств, которого я лично знаю, мой хороший, очень знакомый. Это как субболадец. Да, 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 да. И вот я вижу здесь вот Митю Шагина, вот Ира стоит, и масса других людей, которые здесь. Вот. Они помнят о нем, и так же, как и вы, помнить о нем, ну, знаете, страны какой-то светлой. Ну, здесь темных пятен нет. А вот. И, вы знаете, он никогда не стонал, он никогда не жаловался. Он просто предупреждал, не надо вот это делать, а вот этот человек не очень. Поэтому теперь я предоставляю слово, так как я открываю. Митя Шагина. Значит, что я хотел сказать. С Владимиром я в трезвость жизни не выпивал, потому что я уже 20 лет почти не пью, 19. Ну, очевидно, во времена рок-клуба и так далее, очевидно, мы, наверное, где-то все-таки с ним выпивали. Мир-то окажется, потому что, боже, я посмотрел фотографии, вот, Ира нашла его тирании, когда он не вот такой был, Спышкин, как мы его знаем. Что-то очень знакомое, явно где-то мы там, где-то там бортвель первый, точно. Вот, а зато я со Спышкиным, как его замечательно рисовала Ирина, я считаю, очень красивое живописное произведение, ничего, что оно на такой бумаге, но это живопись. Такой в образе Льва Толстого с косой. Я не выпивал, но я зато танцевал. Это был акт такой, как выпивание, только круче еще, намного. Потому что, ну, выпили зашли, а танец, это настолько эмоциональное такое вот это действие, что она осталась со мной на всю жизнь, потому что, вот, я как будто вчера с ним танцевал, и вот такой, действительно, вот Сергей Борисович, правда, сказал, что он очень живой, искренний, светлый, теплый, и он какой-то вот, мне, конечно, не верится, что его нету сейчас 40 дней, и поэтому назвали сырой выставку Спышкин жив, потому что он всегда с нами все равно, вот, и, ну, несмотря на то, что физический возник, как его-то сейчас нету, хотя привет Игоря-то он передает. Значит, я скажу 20 слов. Минуточку, минуточку, не перебивай, ведущего. Вот, я, во-первых, хочу сказать, что Иру Дудину большая молодец, она собрала все эти вещи уникальные, вот этот костюм, которым еще выступал еще в ругруппах, Савояр и Кочевники, вот его китайский костюм, этот тут все знают, его эти кожаные. Да, костюм Деда Мороза, сильняшка, который, вот, мне кажется, и Бэтмен. И эти, конечно, фотографии, Ира скинула кличи, просто многие фороны, вообще не все успели даже, что сегодня еще донесут, и мне кажется, что выставка будет месяц работать, она еще дополнится еще, еще, она будет... Да, интересно, будет писать в конце. Значит, Ира затеяла такую мощную, как бы, вот, на самом деле, это музей Спышкина, готовый, можно просто вот его, вот, объявляю, что открылся музей Спышкина. Ну, пока здесь, да, да, расковариваю, вот. Значит, я хочу Ире большое спасибо, как организатору, длятранвителю и вообще другу Спышкина. Спасибо всем. Вот, значит, значит, значит... Значит, вот эта выставка, она, может быть, является, если ее перенести, да, к отдельное помещение, она, как бы, станет первым залом музея городской культуры начала 20-го, 21-го века, уже 21-го века. И я думаю, что надо вот эту экспозицию сохранить, переписать, зафиксировать на пленке и так далее. И сделать слайд какой-то, значит, шоу там вы пытаетесь сделать. И, значит, и надо просить у нынешнего, значит, вице-губернатора Китю Джи, это надо обязательно посадить, с тем, чтобы эта выставка открылась, где-то вот экспонировалась, не в таком маленьком помещении, небольшом. Это как бы уже такое вот... И просить, значит, губернатора, мы можем все подписаться, значит, и просить, чтобы это открывала, это экспозиция музея городской культуры. Городской культуры, значит, начала 21-го века. А теперь слово, значит, организатору выставки, как в его отчестве? Ирины Викторовны. Ирины Викторовны Дудиной, нашему замечательному поэту, журналисту, значит, художнику. И фотографу, вот ее фотографии, да, и фотографу. А также общественному деятелю, вот. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, да, да. Как получилось, что благодаря Саше Богданову я познакомилась со Скушкиным, и я была поражена, что это мига-звезда не только нашего города, вообще-то всероссийская у него была известность, просто мы об этом не знали. Я об этом узнала, например, когда мы были с ним в деревне. В глухой Псковской области его узнавали повсюду, то есть буквально там из-под сосны выходит мужик, говорит, вспышкин, ты или это, как-то у меня твой диск, я его слушаю. Какие-то дети выбегают в дедовище каком-то на станции дно, то есть его знала просто вся страна, мы просто живем в Питере, и мы не знаем, как живет весь народ. А весь народ, у него совершенно другие вкусы. Не то, что они смотрят по телевизору, Таш Скушкина по телевизору не показывали. Это диски радиорекорта, люди покупали за свои деньги, и я когда послушала его музыку, я поняла, почему это у него была такая всенародная любовь. Потому что в этих песенках, которые он пел вот с Никифоровной, вот здесь у нас есть плакаты от этого проекта, это были, я считаю, что это был один из последних русских национальных проектов, потому что в этих песнях появилось два персонажа, они не были голубыми, извиняюсь, это были нормальные люди, которые дурачились, издевались над ценностями нового мира, в которые затягивается Россия. Они там стебутся над деньгами, над кумирами, над Киркоровым. Мне кажется, что из-за того, что Киркоровы, они еще смешно прошлись, там какой-то одной из песенок, вот поэтому этот проект не выходил на уровень телевидения и так далее. Он вспышкин собрал стадионы, там по 20 тысяч человек приходило на его рейф-вечеринки. Но единственное, что Володя был чистый человек, он не знал вообще всех ужасов современного мира. Потом, когда молодежь стал ему подходить, рассказ о том, как на дискотеках распространяются наркотики и все прочее, он пришел в ужас. Это был начало конфликта с Радио Рекордом. Он начал писать письма президенту сначала Путину, потом президенту Медведеву, с программами борьбы с наркоманией, требовал запретить ночные вечеринки для молодежи. У него были свои какие-то... Он человек был мудрый, наблюдательный, понимал, как что сделать, чтобы все-таки были дискотеки, но не приходили в адские вечеринки, там, в адские религи. И вот постепенно я стала узнавать, кто такой Володя. Вот мы с ним как-то еще подружились. И воля ищущей судеб я стала каким-то первым биографом его, потому что когда он умер, вдруг выяснилось, что журналисты ленились к ним подходить, когда он ходил по городу, и про него мало кто знает, что подробнее. Надо здесь добавить, что когда... Сейчас. Надо здесь добавить, что когда мне сообщил, я не помню кто, кажется, это был Грекуров, Коля, я не помню, кто мне позвонил, я сразу стал разванивать по всем информационным агентствам и указывать о том, что лучше всех знает факты из биографии. Ирина Викторовна Дудина, давайте. Я делаю первый материал, про него взял журнал «Хулиган» московский. В Питере никто про него не хотел писать. У нас журнал на Невском написал, разрешил про него написать статью в разряде «Фрики Петербурга». Журнал «Хулиган» он тоже для них это был все-таки такой озорной какой-то мегазвезда всероссийская. Поэтому Петербург до сих пор, по-моему, не понял, что это за человек, который жил среди нас. Почему так все любили? Ну, потому что нет пророкового отечества. Да, точно. Я просто хочу добавить, Ира, замечательно. Вот у нас еще представлены фотографы, замечательные. Наташа Васильева-Халлот. Спасибо. Замечательные фотографии. Сергей Андреев рядом стоит, замечательный фотограф. Кто еще, ребята? Фотографии с Ирой Дудиной. Есть еще и с подробным присутствуют? Мы шли, да? Ну, просто чтобы... Человек хотел выступить. Да, нет. А сейчас будет Владимир. Владимир, извини, я просто хотел... Да, Владимир Андердович. Большие добавления. Дело в том, что человеческая жизнь... Владимир Андердович. Длится сколько-то количество лет, а тем более Владимир Турков, кроме того, что вспышка, ну, человек, бафа, фамилия такая, жил достаточно большую жизнь. И с моей точки зрения, конечно, сознание современных людей, это вошел в образ такого деда с бородой, который где-то там выдрючивается с молодежью. Но по большому-то счету, такой вклад в культурную жизнь, несколько другую, Владимир Турков, представитель самого раннего слоя городской такой молодежи, которые стали играть на электрических гитарах, там такой пить. Тогда еще слова-то в Рухмундке не было. Бип, поп там и так далее. Я уж такое совсем древнее поколение, а Турков еще и ранее. Группа Кочевник интересна тем, что она запела по-русски, может, она не достигла каких-то вершин, но это была такая половина уже русско-поющая группа. И я бы не оторвал, что мы берем, как и деда с бородой, это последний период жизни, но он на чем-то базируется. Человек, в принципе, так или иначе, возле музыки остался. А если так представить, сколько ему было лет, то это феноменальная биография. На данный момент я начал сбор экспонатов для возможного, если процесс будет удачный, музея Ленинградского рок-музы. Молодец. У меня есть в Волочко, на Куштинске 10, у меня уже лежат экспонаты. Если мне передадут фотографии, у меня даже есть код безопасности фотографии. Попались в Ленинградском рок-клубе, снимали очень хорошо, кстати, и Майк есть, но это немножко в сторону, как это происходило. На фотографии, на ней, витарист группы кино, Каспарян, а с другой стороны написано Акапян. Передали фотографию на НТВ, а НТВ обратился в комментарии, я у них просто стырю несколько фотографий. Ребята, я тут на морозе комментирую, я несколько фотографий у меня в музее. Я уже видел выставку фотографа КГБ о Ленинградском рок-клубе, причем человек не стесняется ставить свою фамилию под этой выставкой. Ну, значит, я так возвращаюсь обратно, что если вдруг из того, что есть, мне хотя бы одну фотографию подали, какого-нибудь раннего периода, позднего, может, какой-нибудь фрагмент там футболки.